В роддоме их называют выпускниками. Малыши, которые появились на свет раньше срока. Над спасением жизни и здоровья таких младенцев работает большая команда медиков. Традиционно во всемирный день недоношенных детей их зовут на встречу с учителями, то есть теми, кто научил дышать, есть и жить. Наша съемочная группа побывала на празднике, который особенно важен для тех мам, чьи дети только сейчас проходят самый сложный этап после рождения. Мы ждем девчонки, наши сестревонки, Даша с Аленой. Основная задача Руслана – научиться есть из бутылочки. Практикуется третий день, можно уже 15 миллилитров. Остальное грудное молоко по привычной схеме, через зонт. Старшие сестры ждут маму с Русланом с 26 сентября. Даша и Алена родились также в городском перинатальном центре 4 года назад. И тоже недоношенными. Но обошлось без реанимации и патологии. Они сразу выписались. Но, тем не менее, теперь для нас это прям настоящий семейный праздник, потому что все трое деток, все недоношенные, особенные такие детки. Ну, Руслан, конечно, переплюнул сестер, потому что он родился на 27 неделе. И, конечно, было все очень волнительно. С одной стороны, радость, что сын родился. С другой стороны, такая тревога в душе, потому что я, конечно, сразу понимала, что срок очень маленький. Роддому уже больше 40 лет. Тех, кто появился на свет раньше срока, в медучреждении выхаживали с самого начала. Сейчас возможностей больше. В этом году через отделение прошли 260 недоношенных новорожденных. Из них 30 с экстремально низкой массой тела. Меньше килограмма. К счастью, у нас все передовые технологии, которые вообще существуют в выхаживании доношенных детей в нашем центре, внедрены и действуют. Очень приветствуется кормление грудным молоком. С самых ранних сроков ухаживания родителей без этого очень сложно. В ковид у нас была прям катастрофа. Вот сейчас мамы, большая часть мам находится вместе с малышами. Елена Сакирник выбирала этот роддом с самого начала. Беременность многоплодная, опасалась проблем. Но не могла и подумать, что рожать придется на сроке 26 недель. Обе дочки весили меньше 900 граммов. Это очень тяжелый путь. Это непонятно, пока ты сам в это не окунешься. Они обычные дети, просто вот с такими сложностями, с трудным стартом. Правильно говорите. Ну, ничего, все преодолимо, если верить в себя, в детей, в врачей, которые тебя окружают и поддерживают. Мы занимаемся балетом. День. Ну, не знаю, я очень творческая, много чего делаю. Иногда что-то интересно делать, рисовать, читать. Ну, в свободное время я вышиваю на конве. А сегодня еще являются примером и надеждой для тех мам, которые пока лежат в роддоме с недоношенными малышами. Наталья Цупина, Борис Гладких, Новость ОТС.